В эфире программа «Тема часа» и сегодня мы вместе с Владимиром Котовым, президентом Ассоциации средств индивидуальной защиты, разберемся, что же такое противовирусные средства индивидуальной защиты. Владимир, здравствуйте. Так что же это такое? Вы знаете, любое средство индивидуальной защиты предназначено для защиты от воздействия определенного конкретного опасного фактора. Если мы говорим о вирусах или каких-то других патогенах, то надо понимать, что они в первую очередь, как они попадают в организм, ведь они же не обладают функцией локомоции, то есть в буквальном смысле слова у них нет ручек, ножек. И, соответственно, они передвигаются либо транспортируются на аэрозолях, на мелкодисперсионной пыли, на взвесе. И поэтому те средства индивидуальной защиты, которые защищают человека при выполнении работы от этих факторов, фактически и являются защитой от вирусов либо других каких-то возбудителей. С небольшой оговоркой. Почему? Потому что там есть нюансы в размерах, соответственно, есть разные фильтрующие способности материалов и изделий. Ну вот разберём на конкретных примерах. Да, давайте, чтобы мы понимали, о чём конкретно речь. Да, пример. Здесь у нас на столе представлены изделия, которые применяются для этого. Опять-таки, основной принцип начинаем с головы до ног. Мы защищаем глаза, глаза мы защищаем очками. И вот важно, чтобы очки, которые вы использовали, они были, обладали так называемым мягким оптюратором. То есть, обеспечивали плотное прилегание к лицу человека. Конечно же, собственно говоря, обращайте всегда внимание на качество, маркировку, на сертифицированные изделия. Именно только они соответствуют заявленным характеристикам. Далее, это всевозможные респираторы. Они могут быть как с клапаном выдоха, как вот, например, здесь, так и без него. Но опять-таки, основной момент, основной нюанс – это то, на какие, собственно говоря, на какие параметры рассчитаны это изделие. То есть, каким классом защиты оно обладает. Если мы говорим о вирусах, то известны это FFP2, FFP3. Ну, собственно говоря, это та терминология, за которой стоят размеры и продолжительность воздействия, от которого защищает это конкретный респиратор. Это, конечно же, защита нас, защита нашего туловища. Для чего? Для того, чтобы вот эти различные патогены, либо, опять-таки, представим ситуацию, когда мы обрабатываем, например, на приусадебном участке борщевик, воздействием работаем с химией, то, конечно же, должны быть соответствующие комбинезоны с мембраной. То есть, это механизм, позволяющий выводить повышенное тепло от человека, то есть, в каком-то смысле, дышать, обеспечивать дыхание. Но защищающие, выступающие барьером для проникновения вот этих растворов, для проникновения как раз вот химически активных... Но, Владимир, кому стоит использовать вот ношение таких очков? От каких? Вирусов? Ну, смотрите, не только от вирусов, я уже сказал, да, это и аэрозоли, это могут быть, да, это, соответственно, если мы говорим о вирусах, то это при, в первую очередь, медицинским, конечно, работникам, которые в буквальном смысле слова с нос к носу сталкиваются. Это и туберкулезные диспансеры, это, собственно, в период повышенной опасности, которую мы наблюдали вот в пандемию. То есть, это для специалистов? С одной стороны, но если вы выполняете работы на приусадебном участке, например, обрызгиваете растения как бы химически активными химикатами, различными инсектицидами или пестицидами, да, то для того, чтобы защититься от воздействия растворов этих химикатов, конечно же, надо в полном мере также использовать эти средства. То есть, они позволят защитить и обезопасить вас. А вот борщевик. На сегодня, по статистике, в России буквально бум и заросли этого растения, которое очень ядовитое. То есть, для того, чтобы обрабатывать свой участок или еще стоит одевать вот такой костюм. Обязательно. Дело в том, что борщевик, ну, если вы его удаляете, там два метода, да, либо механическим способом удаляете, либо удаляете его с помощью применения пестицидов, гербицидов. Собственно говоря, и в том, и в другом случае, вот гербициды, пестициды – это химия, поэтому одеваем. А вот механическим образом, когда вы уничтожаете, то выделяется сок у борщевика. Этот сок может попасть к вам, если он попадает на кожу, то он оказывает негативное воздействие, там, вплоть до того, что может привести к патологическим изменениям вот этого кожного покрова, что недопустимо. Поэтому, конечно же, надо закрываться полностью. Вот специалисты, сотрудники российских железных дорог, которые ведут обкос прилегающих территорий к магистралям, у них такие же костюмы или все-таки степень еще выше фактора защиты? Ну, вы знаете, это… Если мы говорим просто об обкосах, то этого достаточно. Но если эти специалисты выполняют еще какие-то дополнительные могут работы, и там есть возможность соприкосновения с, скажем, такой, с большей агрессивной средой, с растворами кислот, щелочей, то, конечно, там класс защиты другой и комбинезоны уже другой конструкции. Вот. Их бывает много разновидностей. Но для вот бытовых нужд этого достаточно, опять-таки, при условии, если это качественное изделие. Почему? Потому что на рынке, к сожалению, есть очень много визуально похожих изделий, но в которых не обеспечена, например, герметичность, да, то есть там герметичность швов, они должны быть проклеены. Либо применяются, используются материалы, которые сами по себе могут быть вредны и опасны для здоровья человека. Даже так? Да, именно, в общем-то, потому что это же тоже все продукты нефтехимии, и поэтому при изготовлении средств юноальной защиты в обязательном порядке происходит исследование материала на вот безопасность для самого человека. Но это такие исследования производят, наверное, производители, которые члены ассоциации, и у которых работа регламентирована. Ну, вообще говоря, конечно, должны это делать абсолютно все новые правы. Члены ассоциации это делают в обязательном порядке. К сожалению, бывают случаи, когда мы сталкиваемся с так называемыми фальсифицированными либо контрафактами средств юноальной защиты. Если мы такие случаи выявляем, то мы обращаем внимание соответствующие органы на их пресечение и распространение такого рода продукции. А на сайте ассоциации средств индивидуальной защиты можно ли узнать информацию о производителях? Конечно. У нас указан и список, перечень со всеми контактными данными. Причем вы можете обращаться как к ним, так и непосредственно к нам. Опять-таки, вы можете ознакомиться с информацией, размещаемой в наших соцсетях, в телеграм-канале. Кстати, пользуясь случаем, всех приглашаю подписаться. Потому что мы стараемся в таком живом, простом виде говорить о достаточно сложных вещах с тем, чтобы сохранить ваше здоровье, ваше ресурсное состояние. Да, чтобы мы наслаждались, еще нужно нам избежать укуса клещей. Да. А позволяют ли средства индивидуальной защиты? Есть ли такие, которые позволят обезопасить от этого? Да, конечно. Ну, во-первых, есть специальные костюмы разработанные. Дело в том, что, скажем, клещ, как и многие вредные, опасные факторы, это не то, с чем мы столкнулись буквально сегодня или вчера. Это достаточно известный такой патоген. И как от него защищаться, разработаны специальные костюмы с ловушками и со специальной пропиткой. И поэтому, если вы живете, либо если вы планируете посещать места, где есть опасность, собственно говоря, встретиться с клещом, то, конечно же, очень рекомендую применять и использовать эти костюмы. Это специальные конструкции, еще раз подчеркиваю. Там предусмотрена защита, ну, во-первых, всех кожных покровов и определенным образом сконструировано изделие, в общем-то, так, чтобы клещ не смог проникнуть, чтобы остановить его движение, либо предотвратить вообще его активность. То есть такие изделия. Это комбинезоны какие-то? Нет, это костюм, состоящий из брюк, собственно, и верха куртки с сеточкой, если вот обращать внимание, то есть вот такая вот сеточка, которая, когда вы заходите в лес, она застегивается. В принципе, вы все прекрасно видите. И вам не надо одевать дополнительные какие-то элементы. Владимир, а средства индивидуальной защиты, вот то, что даже вы нам принесли, если говорить о цене, вот китайские аналоги, они дешевле, а наши дороже, как потребителю в этом случае, как выбрать? Ну, вы знаете, если мы говорим о ценообразовании, конечно, это очень сильно зависит от ценовой политики определенного бренда, определенной компании и от тех материалов, которые они применяют и используют. Ну, в целом, в целом, средства индивидуальной защиты, как это ни парадоксально, неся такую важную функцию сохранения жизни и здоровья, все-таки, если мы говорим про одежду, про обувь, дешевле, чем гражданская одежда или гражданская обувь. Хотя, опять-таки, подчеркну, по своим функциональным качествам, именно средства индивидуальной защиты позволяют нам сохранить свою жизнь во многом. Сравнивание по странам-производителям, ну, здесь мы живем в глобальном мире, да, и поэтому, конечно же, ни для кого не секрет, что очень многие, скажем, комплектующие, очень многие материалы изготавливаются за пределами нашей страны, и как сами материалы, так и оборудование. Мир стал глобален, да, происходят определенные изменения, но все равно, все равно, все-таки цены, как правило, они дифференцированы, сбалансированы. То есть, вот, однозначно сказать, что в какой-то стране намного дешевле, а в какой-то дороже, соответственно, если этот дисбаланс выявляется, то коммерсанты, предприниматели его быстренько выравнивают, нивелируют. Все-таки надо идти за качеством. Конечно, всегда надо обращать внимание на качество. Особенно при сохранении своего здоровья. Владимир, вам огромное спасибо, и мы надеемся, что после этой программы наши телезрители обязательно будут соблюдать все меры безопасности. Я тоже очень надеюсь на то, что культура безопасности, она продолжает внедряться в наши массы. Берегите себя, берегите своих близких, будьте здоровы. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин